Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, и я хочу вас познакомить с компанией Сила Медиа. Сила Медиа – это лаборатория мультимедийного опыта, и каждое из этих трех слов имеет значение. Мы называем себя лаборатория, потому что у нас никогда не бывает каких-то обычных проектов. Это инновационные эксперименты, что-то такое, чего еще не было ни в стране, ни в мире. Мы приглашаем очень разных специалистов, помещаем их в необычные ситуации, смотрим, что из этого получается. И эффективные, интересные, хорошие результаты превращаем уже в отраслевые стандарты. Лаборатория мультимедийного. Мультимедия – это огромная сфера, интересная сфера, где есть мультимедийное мышление, мультимедийный язык, мультимедийные проекты. Чуть попозже я вам подробнее об этом расскажу, чтобы вы понимали, какая огромная это отрасль, и оттуда мы черпаем энергию, вдохновение и наши идеи. Лаборатория мультимедийного опыта. Я уверена, что мы учимся в процессе практики, в процессе приобретения какого-то нового опыта. Поэтому в наших проектах нет никаких лекций, которые вы можете посидеть, послушать где-нибудь на Камчатке, потом поставить галочку в тесте и получить за это сертификат. Все то, что вы будете изучать на наших курсах, либо будете участвовать в наших экспедициях, в тренингах и интерактивах, это все требует от вас преодоления каких-то собственных границ, челленджей, вопросов к себе, размышлений, приобретения новых навыков для решения нестандартных задач. Поэтому то, что мы делаем, это не всегда подходит всем. Те книжки, которые мы пишем, те проекты, которые мы создаем, мы ориентируем на тех людей, кто не боится, кто не боится сделать первый шаг, кто считает, что никогда не поздно начать и попробовать делать что-то новое. И поэтому у нас собирается такое сообщество людей, которые энергичны, которые генерят идеи, которые открыты друг к другу и готовы помогать, готовы экспериментировать и делать что-то инновационное. Где мы работаем? На каких отраслях? В первую очередь мы, конечно, работаем со сферой медиа. И в этом смысле это широкое понятие. Это не только журналистика, далеко не только журналистика. Это вся сфера коммуникации, где люди передают из головы в голову свои мысли и идеи. Следующая сфера, которая наша, это сфера IT. Потому что без технологий большая часть наших проектов, без особенно новых каких-то медиа и коммуникационных технологий, большинство наших идей не смогли бы вообще родиться. То есть мы опираемся на инноватику, которая существует в технологической сфере. И следующее направление, которое наше, это образование. И мы понимаем образование широко. Это далеко не только классическое традиционное образование, к которому мы все привыкли, но и как раз альтернативное, смешанное образование для взрослых, образование в течение всей жизни. Вот на пересечении этих трех, на пересечении этих трех сфер как раз и находятся наши проекты и наши идеи. Сейчас я вам расскажу о тех проектах, которые у нас есть для тех людей, которые создают контент. Они могут называться очень по-разному. Кто говорит, что он журналист, кто редактор, кто пиарщик, кто контент-менеджер, кто маркетолог, блогеры. Большой-большой-большой список тех людей, которые регулярно, на регулярной основе создают контент. И для них очень важны навыки, которые мы можем им навыки дать. В первую очередь я бы хотела обратить внимание на сайт. Называется он «Сделано медиа». И это коллекция кейсов, интервью с теми людьми, кто уже создает мультимедийные проекты. Они рассказывают, честно рассказывают о том, что их вдохновило, откуда появилась идея, на какие грабли они наступали, какие сложности возникали в процессе реализации, сложности внутренней, сложности внешней. Какие инструменты они использовали. И вот как раз, когда мы говорим об инструментах, второй раздел большой этого сайта – это мануалы, это инструкции, как вам освоить тот или иной онлайн-инструмент для создания мультимедийного формата. И третий большой блок, очень полезный для создателей контента – это правовая помощь для блогеров, журналистов и редакторов. Сейчас масса законов, масса различных регламентирующих документов, не зная которые, можно немножечко нарваться. Поэтому будьте в курсе. Следующий большой проект и большой продукт, который мы предлагаем для авторов и коммуникаторов – это карта медийных компетенций. Это 316 навыков, которыми вы можете обладать для того, чтобы работать в медиасреде. Никто никогда не в состоянии обладать ими всеми. Никто никогда не может полностью всю-всю-всю вот эту карту сказать, что я вот это все могу на высоком уровне и легко завтра могу начать что-то делать. То есть это как раз такая карта, которая помогает вам сориентироваться. Ее можно использовать для самодиагностики. Вы можете просто отмечать маркером то, что вы умеете, то, что вы уже знаете. И можете другого цвета маркером взять и выделить те навыки, которые вы хотите освоить. Вам кажется, что вам их не хватает для того, чтобы быть успешным в профессии. Когда у вас нет перед глазами такой карты, из головы вы чаще не вспомните, либо вспомните что-то, ну прям обычное, то, что у всех на слуху, то, что модное. Карта помогает вам глубже заглянуть в себя и спроектировать вот свою образовательную траекторию, а затем по ней развиваться. Мы говорили, да, что слово мультимедиа – это такая отрасль, которая нас вдохновляет. В 2018 году я написала книжку «92 мультимедийных формата», где собрала и классифицировала самые распространенные, самые часто используемые форматы, каким образом мы можем донести мысль из головы в голову нашего читателя, нашего зрителя или пользователя. Что у нас есть про эти 92 формата? В первую очередь это книжка. Это такой справочник, навигатор, который вы можете держать на столе и периодически подсматривать, развивать свой кругозор и учиться создавать контент в разных формах. Также в рамках вот этих 92 форматов есть карточки, которые помогают вам создавать мультимедийные раскадровки. Это одна из техник, которую мы создали в нашей лаборатории, каким образом проектировать ваши большие спецпроекты, сложные лонгриды и как вести долгие темы. Все, что связано с какой-то неразовой, неинформашечной журналистикой или созданием контента, вот эти карточки очень сильно помогают вам спроектировать ваш медиапродукт. И вот буквально недавно у нас появилась мобильная база, которую можно держать у себя в смартфоне, держать всегда при себе. Эти 92 формата, они сделаны, упакованы в мобильное приложение, и к каждому формату вы можете посмотреть, для чего используется, как это выглядит на разных примерах и с помощью каких онлайн-сервисов вы можете сделать такой формат. Это вот прям такой карманный помощник мультимедийного автора. Это вот все, что связано с форматами, как по-разному мы доносим ту или иную мысль до наших пользователей, до наших читателей. Еженедельно, если вы подписываетесь на нашу рассылку, еженедельно вы получаете вручную отобранные полезности, там презентации, видеоролики, ссылки на проекты интересные, интервью, анонсы мероприятий, тренингов и курсов, в которые вы можете принимать участие. Как раз вот рассылка, она позволяет вам постоянно быть в курсе того, что происходит в этом мультимедийном мире. Подписывайтесь и получайте на почту. Это фактически такой продолженный обучающий курс, который приходит вам в почтовый ящик. Один из наших флагманов – это платформа. Платформа «Сила Трек». Она не похожа на обычные платформы для дистанционного обучения, потому что она такая перевернутая. Обычно на обучающих платформах вам дают лекцию послушать, видео какое-нибудь, там немножечко тестиков, немножечко каких-нибудь упражнений. И вот вы, слушая лекции, через такое пассивное слушание, кажется, что вы чему-нибудь учитесь. Но помните, что мы же лаборатория мультимедийного опыта, поэтому мы обучаем через опыт и обучаем через практику. Вы на этой платформе получаете доступ к бассейну заданий, к бассейну упражнений. И вы выбираете не теоретический модуль, а вы выбираете задания, которые готовы выполнить. И затем уже к каждому заданию прикреплен обучающий блок, который помогает вам решить эту задачку. Необычно, не для всех. Многие впадают в ступор, когда сталкиваются с таким способом обучения. Но по эффективности и по вовлеченности, по результатам, которые мы получаем, такой путь гораздо более эффективный и продуктивный, нежели слушание видеолекций. Ну, потому что вы помните, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а ничего не осталось. Поэтому давайте учиться через практику. И вот те люди, которым не страшно, или которым страшно, но которые все-таки пробуют что-то делать на этом мультимедийном инновационном поле, мы всех объединяем в силомедийный клуб. В фейсбуке вы можете набрать силомедийный клуб и найти наше сообщество. Мы старательно поддерживаем атмосферу, где можно ошибаться, где мы воспринимаем этот клуб как общество единомышленников. Очень нежно и трепетно относимся к интересам, идеям и опытам друг друга. Это такой спокойный оазис в мире хейта и всяческих разных нападок, в том числе и в профессиональном сообществе. Поэтому мы, вот этот наш силомедийный клуб, мы поддерживаем там, мы приглашаем различных спикеров, экспертов, проводим марафоны, проводим эксперименты, дискуссии, как раз вот для того, чтобы люди из очень разных сфер, которые занимаются созданием контента, чтобы они могли обмениваться опытом, обмениваться своими возражениями, сомнениями, размышлениями и чувствовать себя при этом достаточно комфортно. Поэтому я приглашаю вас и в наше сообщество, и в наши рассылки. Предлагаю вам присоединиться к тем или иным нашим курсам и проектам. И лаборатория мультимедийного опыта Сила Медиа всегда вас ждет.